Всем привет! В этом видео расскажу, как приговорка такая есть, меня моя милиция бережет, и вот как с этим в Америке обстоят дела. Такая история любопытная произошла. Не каждый день, конечно, с полицией, слава богу, общаешься. И вот, когда такой случай, особенно позитивный, произошел, очень даже приятно, действительно, насколько здесь человеческая жизнь, как-то цена, и как это проявляется в различных ситуациях. Так вот, что произошло. Я объезжал булку, так называемую, ну, здесь такая орландовская болезнь, можно сказать. Все туристы ездят на вот этих туристических булках, минивэнах, и они очень медленные. В Калифорнии есть своя беда, там Prius, и они вот выше своих 40 миль не ездят, потому что экономят бензин, на электричестве стараются ездить, там очень дорогой бензин. Так вот, в Орландо, во Флориде, вот эти булки, которые вечно медленные, вечно без фар ездят, и забита начинка вот этими большими семьями, которые приехали в Дисней отдыхать. Так вот, я ее объезжал, потому что она не знала, куда ехать, направо, налево, прямо, в общем, мне было, нужно уйти было направо. В общем, я ее не подрезал, то есть я ее достаточно галантно, задолго, задалеко прям объехал, и никак действительно не подрезал, не под кашу. Но в итоге человеку это не понравилось, уж не знаю, кто там сидел, наверняка мужчина, как обычно. Мне кажется, женщины все-таки поспокойнее в этом плане. Так вот, он стал меня, значит, прижимать, пушить, так сказать, по-местному, включил дальний свет, это была ночь, ну, вечер поздний, и стал там сзади меня ехать буквально в 5 сантиметрах. В общем, все по русским таким традициям. А здесь немножко отвыкаешь от такого поведения, и так немножко удивляешься, так, типа, что происходит вообще. Ну, в общем, ехали мы, ехали в таком режиме очень долго, там, виляли к точке Б, да, которая ехала, в общем, к дому. И я уже не знал, что делать, как от него отвязаться, собственно, я уже и туда срулил, и туда. Ну, и как-то, если честно, очкливо так становится, не очень приятно, да, в такой ситуации, как бы выходить в Америке, там, останавливаться, выяснять отношения. Ну, это не рекомендовано, мягко скажем, потому что народ здесь ездит с оружием, да. Не то, что там кто-то полезет драться или там по ножовчину устроит, а просто пристрелит, да. То есть народ здесь, с ним не забалуешь. Лучше такие моменты не устраивать, поэтому выходить, как бы, к народу, который вооружен, ну, не стоит, да, в эти моменты. Я, в общем, так поднял телефон здесь посредине, чтобы он увидел, что телефон горит, да. И я стал набирать 9.11, но здесь, собственно, это не считается чем-то презрительным, ябетничеством. То есть здесь гражданский долг, позвонить и сообщить о каком-то неадекватном поведении полиции. Это, то есть, как ты участвуешь, да, в гражданской жизни, потому что все же не могут за всем следить полицейские, правильно, за правопорядком. И вот ты, как член этого общества, значит, в этом участвуешь, да. То есть здесь часто можно увидеть, когда кто-то там в шахматы играет, кого-то подрезает, в общем, ведет себя на дороге неадекватно. Ты звонишь, говоришь, что вот там-то, там-то, такой-то, сякой-то, ай-яй-яй. И сразу дорожный патруль его хватает и воспитывает, да. Чтобы предотвратить какие-то аварии, то есть это очень важно сделать, правильно. Потому что вот такое вот тело кого-нибудь убьет на дороге и что потом делать, да, это тоже на твоей совести. Останется, что ты не сообщил. Так вот, я, в общем, так набираю и он, то ли увидев мой телефон, то ли это был его действительно поворот, он ушел в переулок налево сразу. Ну, и я сбросил, то есть я даже не думал, что прошел, то есть время не прошло, ну, звонка не началось, да, то есть не ноль секунд, то есть звонок как не дошел. Ну, и я, как бы, собственно, сбросил тут же и поехал уже дальше спокойно. Вот. И тут же мне начинают, ну, тут же, не тут же, там, ну, буквально там минута, да, а звонки идти из каких-то номеров. А в Америке, как бы, проблема такая, проблема не проблема, здесь скам звонков очень много. То есть тебе звонят какие-то рекламщики постоянно, то есть это просто беда. Да, иногда доходит там до 10-15 звонков в день, и я там ставил какие-то периоды, ставишь там, загружаешь эти программы, которые блокируют эти незнакомые номера, они там после какого-то периода перестают тебя так доставать, да. Либо там на бесшумные незнакомые номера ставишь, ну, в общем, все мучаются из-за этого. То есть звонков постоянно очень много, смс, писем бумажных, имейлов, да. В общем, я думал, это скам. Я беру уже там на второй-третий звонок, говорю, алло, что, кто. У вас там все в порядке, это полиция. У вас там не emergency, ну, emergency, как бы, не срочная, да. Я говорю, нет, все окей, никакого emergency. А кто это говорит там, а назовите ваш адрес, а назовите ваше имя. Я думаю, ну, точно скамы. Вот это, знаете, они там любят спросить всю подноготную, твою узнать, и потом еще продать твою информацию. Вот. Я, в общем, бросил трубку, что-то заблокировал, потом мне с анонно звонили, то есть, ну, как бы со скрытого номера, да. Сейчас я немножечко уеду вот сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, короче, и что происходит дальше? Самое интересное. В итоге через там где-то, ну, час, грубо говоря, звонок в дверь. Я выглядываю, полицейский стоит в форме, машина стоит, полицейская, все серьезно. Открываю, типа, мы вот пришли удостовериться, что с вами все в порядке. Вы сказали, что не emergency, поэтому мы не сразу поехали, но вот решили пройти. Почему вы звонили? Я говорю, ну, ешкин кот, ну, как бы вот так и так, там, меня там пушил какой-то товарищ, не очень довольный, там, моим его объездом. Ну, как бы, вроде как все разрешилось, я цел. Да, вот хорошо, значит, мы решили проверить, и вот вас пробили, приехали. Все ли хорошо с вами? Я так думаю, ну, конечно, за час, как бы, собственно, могло уже со мной быть не очень хорошо. За это время можно, что, многое, что можно сделать, но, тем не менее, спасибо на том, что они действительно услышали изначально, что нет emergency. Но, тем не менее, все равно послали человека. Это, конечно, я обалдел. Действительно обалдел, то есть, казалось бы, да. Ну, вот такая вот приятная ситуация, короткая история. Собственно, вот делюсь такими моими впечатлениями, и, действительно, здесь, в этом плане, можно подойти к полицейским, можно обратиться, да, и знать, что, действительно, какая-то ответная реакция будет. Но, вот, тем не менее, приятно осознавать, что твои налоги куда-то идут, и, в общем, какие-то эти институты, действительно, рабочие, да. В изначально своем понимании, скажем так. Вот, в общем, всем желаю безопасности, и поменьше таких ситуаций, которые, конечно, бывают в жизни, но, тем не менее. Все, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok